Национальный университет Узбекистана имени Мерсоу-Лукбека, факультет зарубежной филологии, кафедра мировой литературы. Преподаватель, кандидат филологических наук Каминская Елена Михайловна. Дисциплина. История русской литературы 11-18 веков. Направление обучения 51-11-300. Родной язык и литература. Русский язык в иноязычных группах. Форма занятия лекционная. Первый тематический блок. Особенности древнерусской литературы. Итак, вопрос первый. В чем заключается специфика древнерусской литературы? Назовите два ключевых аспекта. Для древнерусской литературы основополагающими являются два начала. Это начало религиозное и начало историческое. Они составляют фундамент древнерусской литературы. Связаны с моментом ее появления, а также определяют специфику ее последующего развития на протяжении 700 лет. Вопрос второй. Какой аспект средневековой литературы можно назвать доминантным или основополагающим? Выбирая из двух аспектов, которые мы назвали с вами выше, религиозного и исторического, наверное, правильнее будет сказать, что оба они равновелики и с одинаковой интенсивностью влияют на средневековую литературу. Более того, и исторический аспект, и религиозные аспекты взаимосвязаны и взаимообусловлены. Третий вопрос. Дайте характеристику религиозного начала в средневековой литературе. С чем связано его появление? Итак, момент зарождения средневековой литературы. Точкой отсчета является политическое событие, которое мы называем христианизацией средневекового государства. Это X век. В тот момент, когда на территорию Древней Руси приходит христианство, вместе с ним начинается новый виток в развитии культуры и, соответственно, появляется новый тип литературы, христианской средневековой литературы. Произведения очень тесно связаны с религиозным началом. Они пишутся под сводами храмов. Они пишутся людьми религиозными, часто имеющими религиозный сан. Соответственно, большинство правил, которым они подчиняются, также являются религиозными. Четвертый вопрос. Объясните такую черту средневековой литературы, как анонимность. Связана ли она с общей тенденцией тяготения литературы к религиозному началу? Четвертый вопрос связан у нас с третьим вопросом, потому что анонимность предполагает, что речь идет об образе автора. Действительно, для средневековой литературы была характерна анонимность. Авторы, которые писали произведения, очень часто не оставляли сведений о себе. С чем это было связано? Это было связано именно с религиозным началом и с религиозной этикой. Если произведения писались на религиозную тематику, если в них было слово Бога, то подписываться под такими произведениями, под словом Бога считалось неэтичным, неправильным. Была своеобразная авторская скромность, которая не давала им возможности проявить себя каким-либо образом в качестве автора. Но хочется отметить очень важный момент. Несмотря на анонимность древнерусской литературы, мы в любом случае с вами отмечаем такой факт, как авторская индивидуальность, которая, безусловно, была и в средневековых произведениях. А в качестве аналога к средневековой анонимности мы с вами можем привести фольклорные произведения и фольклорные традиции. Как мы с вами знаем, здесь также не было авторства. Произведения писались, передавались из уст в уста, то есть в устной форме, и передавались по памяти. Автором был весь народ. То есть отдельных авторов мы с вами не отмечаем в фольклоре. В средневековой литературе также есть анонимность, как одна из черт, но природа ее иная. Она находится в религиозном начале. Итак, пятый вопрос. Как религиозное начало влияет на идейно-тематическое своеобразие средневековой литературы? Для того, чтобы ответить на пятый вопрос, давайте сразу с вами обратим внимание на шестой и на седьмой вопросы. В шестом вопросе фигурирует понятие Библия. Библия от греческого слова «библос» – книги. Это целый свод религиозных книг, которые связаны с основными мировыми религиями. Мы с вами будем говорить о христианстве, о православии. В Библии несколько частей, одна из которых связанная с Евангелиями. Это и есть у нас часть христианская, православная. Есть более древние части. На что нужно обратить внимание? Мы с вами отметим не только культурное значение данных книг религиозных, мы с вами отметим их филологическую значимость, потому что это произведение, этот свод книг является действительно высокохудожественным. Что такое афоризмы? Афоризмы – это мудрые изречения, которых очень много в библейских книгах, очень много ярких образов, событий и афоризмов. И вот весь этот материал средневековые авторы используют для того, чтобы писать свои произведения, определенным образом компонуя, определенным образом дополняя этот библейский материал, создаются свои оригинальные средневековые древнерусские произведения. Следующий вопрос, седьмой. Роль слова в средневековой литературе. Пожалуйста, обратите внимание, что слово у нас написано с большой буквы, то есть речь идет. Не просто о том, что в древнерусских произведениях есть религиозная начало, религиозная тематика, образы и как бы акцент делается на слове Бога. Речь идет об особом отношении к слову, об особом почитании слова. Хочется особо отметить, что древнерусская литература, древнерусская культура представляет нам с вами совершенно уникальный образец книжного почитания, книжной культуры и культуры чтения, которым мы сегодня можем с вами поучиться. То есть это очень важные традиции для нас с вами и для общей ситуации 21 века. Итак, следующий вопрос, восьмой. И, наверное, сразу обратим с вами внимание на вопрос девятый. Связаны уже не с религиозным, а с историческим началом. Вопрос восьмой. Как историческое начало влияет на идейно-тематическое своеобразие средневековой литературы? И что такое средневековый историзм? Средневековый историзм – это термин, который мы с вами вводим для того, чтобы определить специфику средневековых памятников. У средневековых читателей и у средневековых писателей было совершенно особое отношение к событиям, которые происходили вокруг них. События, которые происходили, они находили свое отражение в средневековых памятниках. Поэтому принято считать, что в средневековых произведениях в большинстве случаев не было вымышленных, придуманных событий и лиц, которые участвовали в этих событиях. То есть литература была приближена к реальности. Очень интересный момент, на который мы должны с вами обратить внимание. Это связь древнерусской литературы и древнерусских литературных традиций с последующими этапами развития литературы. В XIX веке получит свое полномасштабное развитие реализм, истоки которого, мы говорим, генезис, находятся именно в средневековой литературе, где мы с вами говорим об отсутствии вымысла, о правдивости, о реалистичности. Дмитрий Сергеевич Лихачев употреблял относительно древнерусских памятников такой термин, как элементы реалистичности. То есть не реализм в его, в полном смысле этого понятия, а элементы реалистичности. Но появляются они именно в древнерусской литературе. Итак, что касается отсутствия вымысла, здесь мы с вами должны обратить внимание на еще один момент. Связь древнерусской литературы с фольклорными традициями. Кроме того, что в произведениях древнерусских есть начало религиозное, идейно-тематическое, связь с религиозным началом, образов, связь с религиозным началом. Все это мы с вами отметили. Авторы очень активно пользуются фольклорным материалом, вводят его, совмещают с религиозными фрагментами. И вот фольклорное начало, оно и привносит в средневековые произведения элементы вымысла. Поэтому, несмотря на то, что мы с вами термин средневековый историзм определяем, как отсутствие вымысла, наличие этого вымысла, мы все равно с вами фиксируем благодаря присутствию в средневековых произведениях фольклорных элементов. Десятый вопрос. Что такое гражданственность и патриотизм? Можно ли сказать, что данные понятия определяют пафос средневековой литературы? Итак, гражданственность и патриотизм – понятия очень актуальны в нашей с вами жизни. Каждая эпоха привносит в них нечто свое, дополняет эти понятия. Конечно же, мы особо отмечаем, что в литературе гражданственности и патриотизм всегда отводилось большое значение. И традиции этого именно в средневековой литературе. Гражданственность и патриотизм связаны с историческим началом, с отношением средневекового человека к окружающей действительности. Отношение это было, во-первых, очень внимательное, очень чуткое и неравнодушное. Связано это было с тем, что средневековый человек очень часто, мы его в обобщенном смысле этого слова берем, очень часто сам принимал участие в тех или иных исторических событиях. Поэтому отношение к ним всегда было очень проникновенное и заинтересованное. И, безусловно, на вопрос о пафосе средневековой литературы мы отвечаем с вами, конечно же, положительно. Он связан и с гражданственностью, и с патриотизмом. Одиннадцатый вопрос. Связана ли периодизация древнерусской литературы с историческим и культурным факторами? Да, безусловно, связана. Мы с вами выделяем в развитии древнерусской литературы три периода. Первый период это период Киевской Руси. Центром политическим, культурным, литературным был Киев. Второй период это период Северо-Восточной Руси. Здесь не было одного центра. Причина в исторических событиях период был очень сложным. Его мы еще называем периодом монголо-татарского нашествия. Литература развивается в отдельных областях, в отдельных городах. Носит региональный характер. И в этом также была ее яркость и самобытность. Третий период это период Московской Руси. Вновь центром становится уже не Киев, а Москва политическим, культурным, литературным. Центром все объединяется под московским началом. И это, конечно, совершенно особым образом сказывается на развитии литературы. Если говорить нам с вами о процессе эволюции, о процессе развития средневековой литературы, то мы, конечно же, говорим о том, что от первого периода через второй период к третьему литература делает большой скачок в своем развитии. Третий период здесь мы с вами говорим о демократических тенденциях, о том, что литература постепенно преодолевая начало религиозное перейдет к началу светскому. На 12 вопрос мы с вами по сути уже ответили. Можно ли по названиям периодов определить их специфику? Безусловно, период Киевской Руси это 11-12 века, период Северо-Восточной Руси 13-15 века и период Московской Руси 16-17 века. Последние задания, последние вопросы 13-14 вы выполняете самостоятельно, подводя итоги изученному материалу. Но мы с вами обсудим, как вы будете их выполнять. Итак, в схематической форме вы должны показать связь между периодами средневековой литературы и отдельными средневековыми памятниками. Давайте с вами в качестве примера возьмем жанр повести, три произведения, относящиеся к жанру повести. Итак, период Киевской Руси. К данному периоду относится повесть временных лет, одно из самых древних средневековых произведений. Второй период, период Северо-Восточной Руси. Здесь мы с вами выделим повесть о разорении Рязани Батыи. И третий период это повести 17 века, демократические повести. Выберем здесь с вами повесть о Фроле Скобееве либо повесть о Савве Груцине. Чтобы охарактеризовать данные произведения, мы должны ввести еще одно понятие. Это понятие средневекового стиля или стиля эпохи. Мы не говорим с вами как принято в современной литературе об индивидуально авторском стиле. Мы говорим с вами о том, что у каждой эпохи, у каждого периода был свой стиль. То есть произведения писались в определенной манере. Они объединяются по определенным чертам поэтики. для первого периода характерен стиль монументального историзма. Для второго периода характерен эмоционально экспрессивный стиль. И для третьего периода характерен стиль демократический и усиление светского начала. Таким образом, подводя итоги, мы с вами можем дать характеристику каждого периода, вспомнить отдельные средневековые памятники, которые относятся к каждому периоду и дать и можем дать их характеристику в соответствии с теми или иными стилистическими особенностями.